Сарарка Здешние территории являются важными местами остановок для миллиона перелетных птиц, ежегодно мигрирующих из Африки, Индии и Южной Европы к местам гнездования в Западной и Восточной Сибири. Съемочная группа Туран-ТВ не может обойти стороной эти интересные, но малоизученные места и отправляется в недельное путешествие по одному из местных охотничьих хозяйств. Мы находимся на территории охотхозяйства Сарарка. Местность здесь степная, саксаульники. Цель поездки – осмотреть и попробовать снять местную фауну. Очень интересная местность, глубинка, мало населенных пунктов поблизости, поэтому тут очень много интересных видов. На огромной территории Сарарки находятся две группы озер с пресной и соленой водой. Эти водноболотные угодья, расположенные на водоразделе, отделяющем реки, текущие на север Карктики и на юг Коралло-Иртышскому бассейну, являются сезонным пристанищем для целых популяций видов перелетных птиц, находящихся под глобальной угрозой. Сарарка Однако твердые духом путешественники при определенном везении все еще могут встретить небольшие группы этих грациозных животных во время своих странствий по Балхаш-Алакольской котловине. Эта плоская замкнутая впадина раскинулась на высоте 342-600 метров над уровнем моря в юго-восточной части Сарарки, охватывая территорию длиной 800 и шириной 100-300 километров. Большую часть впадины занимает бесточное озеро Балхаш. В восточной части этого водоема расположена дельта реки Аягус, самой северной из семи рек, давших название Семереченскому краю. Исток свой река имеет на северном хребте Тарбогатая и сначала протекает по горной местности, а в низовьях по полупустынной. В данный момент с погодой, конечно, немножко не повезло, надвигается циклон, с севера идут холода, некоторые виды уже откочевали южнее. Тем не менее, живности здесь хватает, места очень интересные, богатые. Кроме Сайги, также из крупных копытных тут встречается косуля, довольно многочисленная по поймам. Стараясь увидеть как можно больше, мы много времени проводим в разъездах по территории Сырой Орки. Поднимаясь выше по течению Аягуза, наша группа во все глаза всматривается по сторонам в поисках животных. На первый взгляд берега реки в это время года пустынны, однако это впечатление обманчиво. В обширных участках в пойме Аягуза, поросших высоким камышом и рогозом, жизнь идет своим чередом. Многие виды животных совершают сезонные миграции с севера на юг, в то время как другие остаются зимовать на просторах Сырой Орки. Однако, чтобы увидеть диких обитателей здешних мест, необходимо терпение и знание их повадок. При внимательном наблюдении в прибрежных зарослях можно обнаружить тропы, протоптанные обитателями здешних мест. Пересохшие иллистые русла многочисленных проток Аягуза хранят недавние следы животных. Встречаются как отпечатки лап хищников, так и копыт травоядных, а также множество цепочек следов пернатых и грызунов. Здесь три еда зайца, беляк, русак, лай. Мы находимся на стыке границ интересных видов. Так как территория тут не маленькая, в 360 тысяч гектар, будем расставлять фотоловушки и пробовать заснять интересные моменты из жизни животных. Чтобы охватить столь обширную территорию, недельной поездки безусловно мало, поэтому все три вида зайцев увидеть нам не удалось. Однако наши фотоловушки зафиксировали, как заяц-толай кормится по ночам, обгладывая ветки кустарника. Встретить рыжую лесу в предрассветных сумерках практически у самого нашего лагеря оказалось не так уж сложно. Это животное вполне охотно позирует перед объективами наших фотоловушек. Даже отдыхать леса устраивается неподалеку, видимо, надеясь поживиться остатками нашей трапезы, когда мы уедем. С поиском крупных хищников ситуация несколько иная. Чтобы увидеть, к примеру, следы серого волка, достаточно пройтись вдоль берега реки. Здесь, у самой кромки воды, отчетливо виден волчий след, но самого зверя увидеть крайне сложно. Даже расставленные фотоловушки он умело обходит стороной, избегая тех мест, где недавно ступала нога человека. Подойдя к нам с фланга, волк на мгновение останавливается, чтобы, бросив взгляд на нас, раствориться в утреннем тумане. По утру наша команда решает углубиться в густой кустарник, где обнаруживает один из многочисленных барсучьих туалетов. Это означает, что где-то неподалеку расположен выход из норы этого зверя. Однако подстеречь барсука у выхода не так-то просто, ведь барсучье подземное логово всегда имеет несколько запасных путей на поверхность. К тому же в ноябре барсуки, как правило, впадают в спячку. Поэтому наша команда была несказанно рада внезапной встрече с барсуком, отправившимся на водопой. Несмотря на небольшие размеры этого животного, при встрече с ним всегда стоит помнить, что это хищник. На человека барсук первым не нападает, но, оказавшись в безвыходной ситуации, он бесстрашно защищается и способен нанести серьезные раны обидчику своими острыми зубами. Нам же встретился молодой барсук, который решил попросту уплыть от нас подальше. За этой необычной сценой наблюдали не мы одни. Целое стадо бактерианов с расстояния в несколько сотен метров с интересом следило за тем, как барсук переплывал реку. Особо любопытные верблюды, не церемонясь, расталкивали своих собратьев и протискивались в первые ряды, чтобы рассмотреть происходящее. Оно и понятно – нечасто доведется видеть плывущего барсука, даже пустынной каменки. Пролетающие стайки саджи и чернобрюхих рябков тоже делают короткие остановки у водоемов, чтобы напиться и снова двинуться на юг. Тем временем наша съемочная группа продолжает свой путь, двигаясь на север по правому берегу Айагуза. Погода портится все сильнее. Дует сильный ветер, тучи то и дело ливнем поливаются на землю. На дорогах нам встречаются стайки серых куропаток, а в зарослях Саксаула мелькают силуэты фазанов. Оба наших автомобиля берут курс на небольшую сопку посреди равнины, чтобы осмотреть местность с возвышенности. Когда на нашем пути оказывается обширный участок, поросший травой высотой чуть ли не в человеческий рост, мы останавливаемся, заметив тропу, по которой недавно прошла группа косуль. И вот среди зарослей показывается удивленная морда пасущейся косули. Мгновение, и осторожное животное срывается с места и исчезает в высокой густой траве. Делая свечки, характерные прыжки вверх, косуля успевает осмотреться и умчаться подальше, запутывая свои следы. Вспугнутые нашим внезапным появлением, вдали пробегают еще несколько косуль. Догнать этих быстроногих копытных по пересеченной местности не представляется возможным даже на джипе. И мы движемся дальше к сопке. Там нас ждет еще одна приятная встреча. Самка косули и два ее подросших отпрыска грациозными прыжками поднимаются по склону и исчезают из поля зрения. Дело идет к вечеру, и наша группа ищет место, где можно разбить лагерь. Остановиться на ночлег в очередной раз решаем в сексаульниках, поскольку ночью ожидается сильный ливень, а почва на токырах впитывает дождевую воду, как губка. Это позволит нашим палаткам дольше оставаться сухими изнутри. Сегодня последний день у нас. В принципе, все идет нормально. Видим животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дениска немножко подвела погода. Погода здесь очень изменчивая. То дождь, то снег, то ветер. Ветер очень сильный. В целом, я могу сказать, что съездили удачно. Погода уже становится все хуже и хуже. Очень сильно испортилась. Поэтому надо будет сворачивать лагерь. На утро циклон с севера пригоняют уже не дождевые, а снеговые тучи. Пора собираться в обратный путь. Местность интересна тем, что она отдаленная от больших населенных пунктов. Далеко проходят трассы. Такое место можно назвать аналогом заповедника или заказника. Внимательный наблюдатель сможет найти здесь великое разнообразие флоры и фауны и стать свидетелем самых удивительных явлений в жизни живых существ, многие из которых оказались в наше время на грани исчезновения. Уезжая, мы надеемся, что весной вернемся в эти суровые, но исполненные дикой красоты места, чтобы увидеть сырой арку во время нового пробуждения природы. Напоследок сырой арка делает нам удивительный подарок. Наши пути пересекаются с одинокой степной антилопой. Эта мимолетная встреча вселяет надежду в наши сердца, что когда-нибудь Сайгаки, символ бескрайней великой степи, вновь будут населять просторы Казахстана от предгорий Алтая до берегов Каспия. Беги, Сайгак! Беги!